сегодня мы познакомимся с ключевым словом to be он используется когда мы говорим о сущности или качестве чего-то или кого-то с местоимением ай я тубе и превращается в м я человек с местоимениями ши хит тубе превращается в из шеи за хьюман она человек и из доктор он доктор во множественном числе they we you to be превращается в are you are a friend ты друг дэй а фрэнс они друзья дэй а фрэнс у и а фрэнс мы друзья у и а фрэнс давайте добавим еще прилагательное хороший гуд у и а гуд фрэнс мы хорошие друзья и из а гуд доктор он хороший доктор и из а гуд доктор переведите она хороший друг ши из а гуд фрэнс она хороший друг ши из а гуд фрэнс переведите я врач I am a doctor давайте еще переведите на английский мы хорошие друзья Мы хорошие друзья Мы – хорошие друзья. Продолжим. Они – хорошие врачи. They are good doctors. Они – хорошие врачи. They are good doctors. Мы – студенты. Студенты – students. We are students. Мы – студенты. We are students. Она – хороший студент. Переведите. She is a good student. Она – хороший студент. She is a good student. Отлично! Давайте попробуем сказать на английском по этой же схеме следующие предложения. Джон – хороший учитель. Учитель – teacher. Джон – хороший учитель. Джон – хороший учитель. Переведите. Кейт любит готовить. Она – хороший повар. Кейт likes to cook. She is a good cook. Мы любим путешествовать. Мы – хорошие друзья. Переведите. We like to travel. We are good friends. Они не любят учиться. Они – плохие ученики. Переведите. Я люблю водить. Я – хороший водитель. Переведите. I like to drive. I'm a good driver. И так, мы познакомились с вспомогательным глаголом to be – быть. На прошлом уроке мы учили вспомогательный глагол to do – делать. To be используется, чтобы сказать о сущности. She is a doctor. Она – доктор. To do используется для обозначения действия. И только при вопросе и отрицании. Do you sleep? I don't sleep. Теперь давайте научимся задавать вопросы с нашим словом to be. Мы просто ставим его в начале предложения. Are you a good student? Ты – хороший студент? Здесь мы спрашиваем о качестве и сущности, но не о действии. И используем to be – быть. Do you study well? Вы хорошо учитесь? Тут мы спрашиваем о действии. И используем вспомогательное слово to do – делать. Do you study well? Ты учишься хорошо. Is she a good swimmer? Она – хороший пловец. Does she swim well? Она хорошо плавает? Отлично. Давайте тренироваться. Спросите на английском. Вы – учитель? Are you a teacher? Вы – учитель? Давайте еще раз посмотрим разницу. Они рабочие? Тут вопрос о сущности. Are they workers? Мы используем наш глагол to be в форме are. Are they workers? Теперь вопрос о действии. Они работают? Вспомогательный глагол to do. Do they work? Вопрос о действии. Используем do. Do they work? Мы – друзья. Переведите. Are we friends? Он – хороший фотограф. Is he a good photographer? Молодцы! Теперь давайте научимся, как говорить «нет». Здесь нам тоже нужно наше слово be в его разных формах и частица not. I am not a doctor. Я не доктор. Сокращенно – I am not. I am not a doctor. He is not a student. Сокращенно – he isn't. He isn't a student. They are not workers. Они не рабочие. Сокращенно – they aren't. They aren't workers. Они не рабочие. Are you her sister? Ты – её сестра? No, we aren't sisters. We are close friends. Нет, мы не сёстры. Мы близкие друзья. Are they married? Они женаты? No, they aren't. They are just good friends. Нет, они просто хорошие друзья. А теперь тренировка. Переводим предложение на английский. Они рабочие? Вы его отец? Вы его отец? Are you his father? Нет, я его дядя. Uncle. No, I am not. I am his uncle. Он хороший повар. Is he a good cook? Да, он очень хороший повар. Yes, he is a very good cook. Она очень хороший пловец. She is a very good swimmer. Это правда? Is it true? Да, она лучшая в городе. Yes, she is the best in a city. Мы хорошие студенты. We are good students. Молодцы! На следующих уроках мы продолжим учить и тренировать разные речевые паттерны и диалоги. Вы научитесь говорить на английском. Не забудьте подписаться на наш канал. И до новых встреч! Спасибо за ваш лайк! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!